Приветствую коллеги и мы с вами продолжаем знакомиться с зелеными уголками Рязанского района и давайте после посещения скверов на Вишняковской площади и улице Поперника спустимся сюда, по другую сторону Рязанского проспекта и обратим внимание на сквер вокруг театра Геннадия Чехачева. Надо сказать, что Геннадий Чехачев недавно умер, буквально где-то 3 недели назад умер он, в ноябре. Ну, собственно говоря, у нас сейчас ноябрь еще, по-моему, 10 или 11 ноября умер в 2021 году. Ну, вроде говорят, от коронавируса. Ну, в общем, сейчас на эту болезнь многие, многое списывают, чуть ли не всех покойников, ну, многих, по крайней мере. Так что, чей сейчас театр, сказать, достаточно затруднительно. Вот, но это самое, я не знаю, может как-то его назовем. Вообще, конечно, по идее, должен назвать театр имени Геннадия Чехачева. Вот, но, не знаю, по-моему, там где вот это самое, около Багратионовской, да, там вот это кинотеатр, это бывший кинотеатр Украины был, а потом вот фольклорный центр, Надежда Рюмина, и он, по-моему, так и называется, Надежда Рюмина, то есть не имени, а имени Надежды, хотя уж ее нет, сколько времени. Ну, так что, не знаю. Ну, короче, в общем, мы сейчас ведем все-таки речь о сквере, вот об этом, да. И все дело в том, что когда-то здесь был кинотеатр Ташкент. Находится он, кстати, вот на первой Новокузьменской улице, собственно, это единственная улица, которая здесь вот как раз, на которой он, собственно, находится, но примыкает неподалеку и к Рязанскому проспекту. Совсем недалеко тоже от метро Рязанский проспект, вот он метро, и вот буквально совсем рядом сквер, то есть пешей доступности, скажем так. Вот. Ну и, в общем, когда-то здесь был кинотеатр Ташкент, который был открыт в 1969 году. Вот. И Ташкент, ну, неподалеку и Ташкентская улица проходит, тоже примыкает к Рязанскому проспекту, ну, и там же, в общем-то, и Ферганская вон тоже. Ну, короче говоря, вот это направление, которое, в общем-то, ведет туда, на юго-восток, на юг, то есть вот в сторону как раз Среднеазиатских республик, в том числе и Ташкент. Поэтому название кинотеатра было вполне понятно. Вот. И вокруг этого кинотеатра, собственно говоря, этот скверик и вырос. И вы, наверное, знаете, что практически около каждого кинотеатра, ну, по крайней мере, в Москве, делали такие вот маленькие скверики, как бы такую входную территорию, да, входную зону, типа портера такого, да, который как бы обрамлял вот этот разный кинотеатр, в том числе и этот кинотеатр, где люди встречались, немножко проводили время перед киносеансами, соответственно, обсуждали кино после того, как оно заканчивалось, назначали другу свидание, ну, короче, как-то так вот немножечко проводили время. То есть в основном, конечно, этот сквер был рассчитан прежде всего на тех, кто посещал этот кинотеатр. Ну, а потом, как известно, в 90-е годы практически все кинотеатры наши закрылись. Вот. Не исключением стал и кинотеатр Ташкент. Вот. Ну, какое-то время вроде как здание стояло заброшенным. Ну, а в 2002 году сюда приехал как раз театр Геннадия Чихачева. Почему приехал? Потому что, на самом деле, он уже работал довольно давно. Создан был еще в 1987 году, собственно, непосредственно артистом Геннадием Чихачевым, автором многих пьес, в том числе, ну, «Волк, погоди», там, и других, которые как раз в том числе шли и в этом театре. Вот. Ну, просто он находился, он не здесь, да. А потом он переехал сюда, ему дали новое. Так, он ютился где-то там, вроде в каких-то других, что ли, театрах. А потом вот ему дали специальное свое собственное здание и решили дать для этого здание бывшего кинотеатра Ташкент. Ну, коли уж он не работает, да, ну, что зданию простаивать. Вот. Решили поселить сюда вот этот музыкальный театр Геннадия Чихачева из 2002 года. Ну, вот, считайте, по сути, уже почти 20 лет он здесь, в общем-то, и находится. Ну, и сквер, который находился перед кинотеатром, соответственно, стал находиться перед театром. Вот и все. То есть, по сути, ничего не поменялось, но вывеска поменялась, а так, в общем, по сути, суть его осталась та же здание тоже. Хотя было реконструировано там несколько лет назад, но все равно, в общем-то, в основе своей, ну, осталось еще то, которое было вот от тогдашнего Ташкента. Вот. Ну, и здесь ставились на сцене разные, в основном, музыкальные такие пьесы, постановки, всякие опереты. Детских было много таких вот разных пьес, таких представлений для детей. Ну, типа там «Золушка», как раз вот «Ну, Волк, погоди», там «Красная шапочка». Ну, вот это все, да, то есть такие вот. Ну, и для взрослых тоже «Женива Бальзаминова», «Астрономия любви», ну, и другие всякие спектакли. Там где-то в репертуаре, где-то было в районе 20-25 спектаклей, вот так. И они постоянно крутились, в общем-то, в разных. И Геннадий Чихачев, он, в принципе, уж не так известен, наверное, широкой публике в целом, да. Он, в общем-то, был как бы, ну, таким, скажем так, человеком одного театра. То есть он был очень предан этому театру, он там оттуда практически не выходил. То есть он весь там был вот именно, так сказать, вот в постановках, да, вот вообще в деятельности этого театра. То есть он весь там вот с головой был вот в деятельности своего как бы детища, да, который он создал. И, в общем, которому, по сути, посвятил, ну, в общем-то, наверное, не всю, конечно, свою жизнь, да. А прожил он, получается, 69 лет, он даже до 70 лет не дожил. Но все-таки очень значительную часть своей жизни, ну, да, такую, наверное, самую, такую зрелую, можно сказать, часть своей жизни именно этому театру. Вот, значит, ну, и, в общем-то, давайте пересмотреть этот сквер. В нем главный изюминка – это небольшой фонтанчик, да. И мы сейчас, кстати, посмотрим, как этот сквер из такого достаточно приятного, хорошего сквера, очень удобного, зелененького такого, превратили, по сути, своей плиткой вот этой, да, постоянными перекапываниями, по сути, превратили в сквер 21 века, да. То есть, такой достаточно он стал, ну, хотя, по сути, он как бы остался, да, но стал он таким довольно неуютным и очень таким выхолощенным, скажем так. Из него во многом уже ушла жизнь, которая была в нем когда-то. Когда еще, ну, да, в советское время, билеты там по 10 копеек, ну, по рублю даже надо были. Когда-то показывали зарубежные фильмы, могли и больше билета даже стоить, особенно вечерние сеансы. Ну, да, морской бой играли, буфет, конечно, был, понятно, как обычно. Ну, и не только в советское время, потом тот сквер довольно такой был весь хороший, приятный, с большим количеством зелени, да, и что из него сделали сейчас, вот этой своей плиткой, так называемым благоустройством. Кстати, находится он неподалеку от новой станции Петро Окская, но Окская, понимаете, это станция, с которой трудно добираться на другие ветки, потому что это новая линия, Некрасовская, вот. И там она вроде как малинового цвета, что ли, как, или физолиз там, да, как считается она, такого цвета немножко неопределенного какого-то. Ну, уже все цвета перебрали, сейчас уже пошли оттенки. Вот, и, соответственно, от нее довольно трудно добраться до других линий, потому что она почти ни с чем не соединяется с другими ветками, пока, по крайней мере, потом, может, продлят, ну, а так она, в основном, соединяется с МЦК, но МЦК это все-таки не метро или электричка, поэтому, в общем, здесь сложновато. Поэтому, ну, в принципе, можно, конечно, воспользоваться Окской, сейчас мы сначала, давайте, от Окской посмотрим. Ну, с Окской совсем недалеко, прям, выходите и сразу, вот, сейчас увидите, этот вот театр находится, его еще Чехачевка называли иногда, так вот, как бы. Вот, ну, а так, в принципе, вот Рязанский проспект тоже неподалеку. Ну, можно, допустим, выйти на Окской или на Рязанском, а потом пройти и обратно, допустим, дойти до Окской. Ну, то есть, можно так. Потом тут полно автобусов на Рязанском проспекте, то есть, никаких проблем. Одну остановку проехать на автобусе, это вообще никаких проблем не составит. Ну, вот так выглядит пейзаж, соответственно, такой пустынный, да, около метро Окская. Ну, посмотрите, как все это смотрится. Ну, ужасно. Ужас-ужас. То есть, тут еще недавно были работы, ее не так давно открыли. Ну и вокруг, в общем, что-то такое пустынное, такое впечатление, как будто это не Москва, а какой-то другой город, как раз типа Ташкента. Хотя в Ташкенте, кстати, зелени довольно много, между прочим. Ну, по крайней мере, там тоже сделали такое, может, чуть ли не город-сад. А я даже не знаю, ну типа Ашхабада, вот скорее на Ашхабад больше похоже. Ну, что-то такое, да, где-то город в пустыне какой-то. Вот, и дома тоже такие уже многоэтажные настроили. Ну, вот это вот вестибюль метро Окская как раз, и вокруг вот такая растительность. Это, так сказать, тоже, ну, это будущий сквер, но они будут 21 века, ведь сейчас пока все раскопано. Ну, потом здесь, конечно, посадят какую-нибудь это искусственное газонное, но сами понимаете. Ну, и вот за метро как раз вот туда идти, если по 1 Новокузьминской улице, то как раз и будет вот этот вот театр. Он совсем прям рядышком находится, вот выход из метро, ну, дома вот такие еще советские остались. И вот там вот буквально, вон, видите, вон уже театр появился, Чихачев. Вот тут такие метрошные строения, вентилесо, всякие вытяжки там и так далее. Ну, и вот, собственно, вот фасад, его недавно сделали, обновили. Фасад такой страшный был, сейчас, конечно, немножко он стал получше после реконструкции. Ну, вот это 1 Новокузьминская проходит, вот, и вот, видите, что сделали. То есть, одна плитка сплошная, то есть, везде практически одна плитка, живого очень мало. Но даже то, что живое, оно все обрамлено в плитку, и там внутри, опять же, пустыня, да, то есть, там почти никакой растительности, оно все почти все убито. А это, так сказать, скамейки, вы хотели бы сидеть на таких скамейках. Они на солнцепеке полном, причем всегда, круглые сутки, когда солнце светит. Вот, тут вообще деревьев в окрестностях нет ни одного, да. Вот, и смотрите, без спинок, ну вот, как вы считаете, они все выцвели уже, выгорели на солнце. Вот так это выглядит. Ну, вот такой пейзаж, да, то есть, такой сквер. Это называется сквер, да, то есть, сидеть и еще смотреть вот на такое вот зрелище, да. Ну, здесь чуть получше что-то такое. Ну, вообще, конечно, гробик, видите, вид гробов. Ну, в общем, вот это, конечно. Это вот сейчас такое московское благоустройство. Смотрите, деревья уже все выцвели, хотя еще, в принципе, он, еще такие более-менее старые стоят, зеленые. А эти уже все, уже погибли. Потому что, а как они могут нормально расти вот в такой вот ужасной, такой кислотной среде, да, среди пустыни фактически, среди камней, среди плитки. Как они могут нормально расти? Конечно, никак. Ну, это, типа, эстрады. Ну, тут, наверное, какие-то мероприятия устраиваются торжественные всякие. Сделали тоже вот эстраду. Ну, вот. С такими небольшими, даже что-то типа трибунами, как бы, такими, наверное, стоящими. Ну, не знаю, может, когда-то что-то тут, я не знаю, видите, никого нет. Ну, вообще, можно, наверное, тут сидеть и что-нибудь поесть там взять в буфете, что-нибудь выйти. Но только желающих что-то никого нет, потому что под палящим солнцем что-то никому есть не хочется, да. Поэтому все эти скамеечки стоят, но желающих никого. Вот. Ну, вот еще раз смотрим обратно назад, в сторону метро. Видите, совсем рядом находится Окска. Ну, пока еще, говорю, такая станция, она, как бы, вот там вовсю строится жилой комплекс. Ну, вот здесь уже чуть-чуть, чуть-чуть, немножко получше. Но все равно, конечно, плитки полно, газоны убитые. Ну, скамейки тоже во многом под солнцем. Ну, небольшое количество реев появилось, но, конечно, это мало спасает. Это по другую сторону кинотеатра. Ну, вот, видите, сделали даже детскую площадку, чтобы хоть как-то уже оживить, скажем так, этот сквер, практически уже убитый, увы. Ну, и тоже площадка на солнце, прорезиненное покрытие. Ну, в общем, так она сама по себе довольно скудненькая в плане атрибутов каких-то. Ну, так, чуть-чуть горку сделали, ну, вот автомобиль какой-то, скамейки тоже. Ну, вот, в тенечке, видите, там кто-то еще, какая-то мама и сидит все-таки. Ну, вот, хоть как-то. И вокруг одна плитка. Плитка, плитка, везде. Да, дни дорожки, все покрыто плиткой. Вот. Ну, и, конечно, вот этот фонтан, да, это вот такая, как бы, действительно, изюминка. Ну, помимо, конечно, самого здания этого театра, это понятно. А так, в общем, в сквере непосредственно вот этот, конечно, фонтан. Вот он, да. Ну, вот фонтанчик так себе, конечно, неплохой, тем более, для такого места. То есть, он такой, как бы, даже, получается, двух, даже трехъярусный, да. Ну, по сути, два, три, раз, два, три, три яруса. Ну, вот это такое, конечно, главное. А там дальше еще такие, как бы, фонтанчики маленькие пробиваются тоже. Ну, здесь, конечно, интересный вид такой, довольно интересный. Ну, опять же, вокруг одна плитка, скамейки на солнце, и даже такой, вроде, фонтан, он в жару не так уж сильно прям освежает и вносит в целом, да, такое, какое-то впечатление. Как бы, знаете, ощущается немножко даже каким-нибудь чужеродным. Ну, знаете, как вот типа оазиса, да, в пустыне, да, вот вокруг пустыни, но есть какой-то такой источник оазис небольшой. Ну, вот что-то такое. Да, ну, вот еще одна детская площадка. Получается, и две. Ну, тоже такая довольно неуютная площадка, потому что площадки детские, конечно, тоже должны быть среди зелени, а не на открытом пространстве. Тогда они действительно очень удобны, пригодны, приятно там играть, находиться. Ну, а так, еще среди пустыни, конечно, не очень приятно. Ну, тоже, видите, вот такие вот газоны убитые. В таком все виде, конечно, находятся. Ну, вот, так же такой вот скверик, но вот, пожалуйста, полюбуйте. Одна пустыня сплошная, да, и какие-то небольшие там деревца где-то там на периферии, скажем так. Ну, вот эта дорожка со стороны Рязанского проспекта, ведущая к этому скверу. Ну, и здесь вот, в принципе, можно выйти на сам Рязанский проспект. Вот одна плитка. Ну, видите, даже ограду тоже сделали зачем-то. Совершенно непонятно зачем. Да еще такую высокую. Ну, к чему это? Да, ну, вот, как бы территорию театра, наверное, огораживают. Ну, вот, все, и дальше выходим на Рязанский проспект от этого, так сказать, сквера, да. И дальше вот, ну, еще обращу внимание, тут небольшой тоже скверик, но он же совсем такой местный, да. Я имею в виду вот этот сквер, вот этот вот территория сквера небольшого тоже вокруг дома 73. Ну, тоже можно прогуляться, то есть, допустим, здесь вот погулять, выйти сюда, перейти на другую сторону Рязанского проспекта и пройти, допустим, по этому скверу, ну, практически до метро. Тут уже вести бы метро недалеко, буквально вот. Ну, то есть, вот так он выглядит, этот сквер, видите, здесь тоже дорожки, тропинки, вон детская площадка есть. Вот, скамейки, так что тоже можно вот здесь немножко пройтись. Ну, это уж такой совсем местечковый сквер, он даже не районного значения, я просто такой уж совсем мелкий такой. Ну, этот сквер, конечно, можно с какой-то натяжкой назвать, даже немножко районного. Хотя, конечно, опять же, повторюсь, это прежде всего сквер для посетителей вот этого театра Чехачева. А так специально сюда, конечно. Ну, и, да, местные жители, конечно, приходят, но специально вот так вот приезжать из других районов. Сюда мало кто приезжает. В основном все-таки либо те, кто в театр идут, ну, либо те, кто вот рядом живет, вот в окрестном домах, конечно, удобно сюда заходить. Тоже тут гулять с детьми особенно, там, с собаками гулять тоже. Ну, и так просто. Вот, так что сквер так себе, но если будете здесь все-таки от метро, поскольку недалеко, или если в театр вдруг как-то вот решите зайти в Чехачевский, то, соответственно, тоже можно в этот сквере и погулять, так сказать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...